И мы в нашей школе, да? Да, это наша школа, да. Это Дайнин холл, который еще не закончен, на него нужны окна и двери еще. И там же собираться будет церковь. Да, у нас план есть расстроиться. Вот здесь, в этом месте, где стоят машины, вот здесь можно еще поставить еще одно заднее. О, вау, красавцы, вообще красавцы. Ой, что только не увидишь, не пить. Ну, в общем, да, у нас есть такое, в этом месте, где стоят машины, здесь построить еще одно такое же здание, как здесь. В общем, у нас сейчас в этом году еще достроился еще один класс. Расширяемся чуть-чуть, в общем, но есть нужда, есть нужда, чтобы тут двигаться однозначно дальше. Двигаться однозначно дальше, потому что заявлений на поступление учиться в нашу школу очень много. Просто не всех можем принять пока, не всех. Но скажем, потом. Ну что, мам, мы пришли в дайнинг-холл. Да, пришли в дайнинг-холл, а здесь снова дети. Потому что не хватает классов. Здесь у нас два класса, комбинация, видите, два учителя. И нам нужно обязательно ставить новые классы и двигаться в этом процессе. Если мы можем на месте делать кирпичи, то для кирпичей все равно нужен цемент, все равно нужны железо, все равно нужен шифер и тому подобное. Так, ну что, пока мы тут ходили вокруг, смотрели, все обсуждали, малыши тут выстроились на обед. Обед. Вот, он из самых маленьких. Доркас. Хай, Доркас. Подружка наша. Вообще, ну вообще крутизна. Представьте себе, какой вообще классный обед. Это называется по-африкански гидери. Это называется гидери. Ох. Дорогие друзья, это мы стоим возле церковного бывшего здания в Нахосе. Это церковное здание перерождается уже несколько раз. Здесь уже было и классы, которые там, в принципе, находятся. Но с этой стороны оно превращается в комнаты для детей, которые будут спать здесь и жить здесь. Вот в этой маленькой комнате, дорогие, она готовится для восьми девочек. Можете себе представить. И другая часть здания, она переоборудована. Сейчас мы вам покажем. Если у вас есть желание транспонсировать кровать, то было бы замечательно. Вот, смотрите, здесь будут спать мальчики. И для того, чтобы дети из дальних регионов могли учиться. Поэтому, дорогие, мы приглашаем вас в проект. Кто хочет матрас взять на себя, кто подушку, кто кровать, а кто про питание ребенка или вообще ребенка на целый год, обучение в месяц будет стоить 40 долларов. Добро пожаловать. Так, друзья, мы находимся в той части нашей школы, здесь на угоне, где у нас находится сад. Здесь у нас растет авокадо, хорошее большое дерево. Кстати, вот это маракуйя растет, большое хорошее дерево. Вот и те два дерева, это тоже маракуйя. Три-четыре их там даже, еще маленькие. А здесь вот эта часть, здесь фруктовые деревья растут. И здесь растут бананы. Вот эти банановые деревья были посажены год назад. Они прямо вымахнули огромные. И, в общем, ну что ж, растут фруктовые деревья для школы. Но это же вообще замечательно. Друзья, нам нужно расширять школу по одной простой причине. Это христианская школа. Это христианская школа. И здесь дети растут в очень-очень хорошей атмосфере. И они познают еще и Бога. Что очень важно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok